МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, украинская русская церковь не есть самостоятельный субъект ни культурной, ни какой-то иной политики. Потому что управляется она с помощью десанта из Москвы. Вот, когда сегодня посмотрите на интронизацию Патриарха Кирилла, там будут стоять все мужчины, пригожа, опранутые в церковной облачении. Но жизнь церковная, оно и где не там. Там что-то происходит такое. Мне это абсолютно никак не дотачится. Если один белорус встречается с другим белорусом, он творит культурный контекст, он творит культурный продукт. И если эти две люди не хотят, чтобы этот продукт был белорусский, я не вижу причин для того, чтобы, например, белорусская церковь шла до автокефалии. Молитва на национальном языке – это не то же самое, что автокефалия. Патриархат московский, он дозволяет на широкую автономию для церкви на Белоруси. И только думаю, что от белорусского епископата, от белорусских верников белорусского духовенства залежит, насколько эта белорусская церковь поширалася. Белорусская уния была попыткой принявших ее епископов спасти вот этот самый византийский обряд. Это была попытка занять какую-то самую последнюю линию обороны перед польско-латинским католическим начиском. Поэтому они считали, что они защитники православия, а не предатели. Виталий, господарство, черговые дебаты Интермариуму в эфире телеканала БелСАД. Я Павел Мажейко и ближайшую Амальгадзіну будьте с нами. Тема нашей сегодняшней разговоры, каляласка, на экран. История православной церквы мая больш за тысячу год. И стольки ж история православия наличвая на белорусских землях. И стольки ж непарывна звязана злёсам белорусского народа. От самого початку православная церква на белорусских землях мела свою адметнасть и выразно адрознівалася. Архітектурой, выявленшим мастацтвом от сусецких. Киевской, Новгородско-Псковской и особливо Московской. Белорусская церква наупрост пераймала византийские узоры и поступовой шла у керунку европейскасці. Фрэцки з полацких храмаў, вонкавы выгляд церкваў Гародні і Новаградка, рукапісная Евангелі Стурава Лаурышава Слуцка, друкаванная францискам Скарынам книги Бібліі, належаць да агульна европейскіх прыкладав культуры. Пазіція православны церквы ў Беларусі кардэнальна зменяюцца ў канцы 16-го стагодзя. Берастейская церковная унія 1596 года мацній звязвая православная мяшчанства, селянства і частку шляхты з каталіцкой культурай і традиціями. З гэтага часу працтавнікі спрадвеку православных родав, астрожскіх, агінскіх, валовічав, запегу, храбдовічав, свядома пераходзець ў каталіцызм. Бо гэта ў тагачасная рэчі паспалітай давала ім большая макчымаці для кар'еры і прэстыжу і адкрывала дзверы ў Європу. Аслабленням православны церквы ў ВКЛ скарысталася масковская дзержава, якой законными і не толькі шляхами ў 1589 годзе удалосі атрымаць самастойную патріархію, што дазволіла Расіі безперапынна умешвацца ва ўнутрнае жыццё рэчі паспалітай пад лозунгамі абароны адзінаверных православных Беларусі і Украіны. З гэтага часу пачалася рэлігійная і цивілізаційная перааріэнтація православных Беларуса на масковскі узора. Асабліва імкліва гэтая працэсы пачынаюць істі пасля долучэння нашых зямель да Расійской импері ў канцы 18-го стагодзя. У выніку заапожніе 200 гадоў національна адмєтнаць беларускай православны царквы амаль Канчатко вознікла. Ці можам мы сёння назваць православну царкву Беларусі беларускай. Не па таратаріальны пріналежнаці і назві, а па змісті і сутнаці. Ці формуя яна національну свядомаць і чым адрозніваецца адросійскай. Нажаль, ўся, яе духовна і культурна сіла цалкам скірованы на маскву. А історія пераважна працавляецца і безперапыннае змагання за чужія, не беларускія каштоўнаці. У выніку беларускі народ губляе свая карані. А царква, зякой вышлі беларусы, пра стычачу год стала адным з інструментаў падавлення національнага на таріторіі Беларусі. Сёння толькі адзінкавыя ацалелая старажытныя храмы і цудовныя абразы, рукапісныя і друкаваныя царковныя книгі, постаті нішматлікі хайчынных святых і пакутнікав, свячаць пра національныя духовныя багаці православля Беларусі ў минулым, ды надаюць надзею на ёго сапраудныя адраджэння ў будучым. Історія православныя царквы ў центры увагі нашай програмы, нашай розмовы. Вітаю соняшніх гостей. Наталя Василевич, теолог. Добрый дзень. Вітаю. Ззаліва адмінія дыякан Андрій Кураю. Професор богослов'я. Вітаю вас. Справа Антон Миранович, професор университету Белостоку, загадчик кафедрі гісторій центральній ісходній Європы і аутар шматлікіх кіх і паблікацій па гісторі православля. Добрый дзень. Добрый дзень. Наталя, почнём з вас. Кажучи про білорусську православну царкву, соня, мы можам казаць, што гэта національна царква? Гэта вельмі складанне пытані, паколькі не зразуміло, што тако національна. Паколькі ў Беларусі цяпер і ў цэлым, скажам, прабліма ёсць з національна ідэй, як і разумеюць розны участкі грамадства, як палітичны некі сілы разумеюць тому, ў пэнным санці так, беларускай православна царква цяпер такае маінстрымнае, цалкам адповеднае той большасць насельництва, якой ў Беларусі жыве, вучыцца, працюе і не як сябе вызначае. Вось ў гэтым сэнці так, безумовна не беларускай. Она знаходцца на таржаторі Беларусі, ў ёй адбываюцца падобны працэсы, як і ў беларускай народі. Я предлагаю в вашім вапросі замініть слово беларускай на слово рок. Рок-культура. Пан-культура, кака ўгодно, любая, да? І пасмаріте, как будуть звучать тогда эта формула. Служат ли цэркав развитію рок-культуры? По-моему, смішно. Точно так же церковь не должна служить развитию національной культуры. Русской, беларускай, украинской, польской. Али служатся? Це плохо. Це ізичнець, на самом деле. Церковь должна служить Христу. А остальное і приложиться. Есть, вот, понимаете, вот, скажем, я священник. Вот есть человек, он увлекается рок-музыкой. Мне эта рок-музыка неинтересна. Но поскольку для этого молодого человека это дорого, для него это авторитеты, я звоню Юрию Шевчуку и говорю, Юр, слушай, вот помоги. Вот тут вот есть человек, который тебя слушает. Вот скажи ему, что Христос – это наше. И Юра это скажет в своей песне или еще что-то, да? Но это не значит, что моя цель в том, чтобы развить, обогатить рок-культуру. Точно так же есть священник, монах. У него есть талант говорить на национальном языке, белорусского, например, да? Или писать на нем. Пожалуйста. К нему приходят люди, для которых этот язык понятнее, родной. Общайся, молись с ними на этом языке. Но ставить себе цель вот культуртрегерства, развитие национальной культуры, церковь такова, я думаю, она не может и не должна. Это идеал. Али есть реалии. Церковь является политичным инструментом. По поводу реалии здесь ситуация такая. Конечно, украинская белорусская церковь не есть самостоятельный субъект ни культурной, ни какой-то иной политики. Потому что управляется она с помощью десанта из Москвы. Даже в лице того же Филарета Вахрамеева. Но он умный человек, поэтому он старался встроиться, но так остро ощущая, какой мантрим, какая политика в Минске сейчас и так далее. Но сам он, конечно, тоже белорусский язык не освоил за 30 лет своего керувания управления белорусской церковью. Тем более, бывший рязанский епископ Павел, который там совершенно не прижился. Все назначения епископов, они согласуются с Москвой. В Киеве все-таки Киевский сенод имеет право, без ведома Москвы, давать награды епископам, наказывать их, смещать, назначать и так далее. У Минского сенода таких полномочий нет. То есть все его решения вступают в силу только по соутверждению московским сенодом, патриархом Кириллом. Поэтому здесь этой автономии нет. Хорошо это или плохо, но опять сами белорусы пусть решают. В какой степени назревает в обществе сама эта потребность. Смотри, профессор, ваша позиция. Безумовно, мне это белорусская церковь, потому что я организационный характер который амал незалежный, потому что я как раз имею целый белорусский экзархат, епископат, имею культ белорусских святых, имею так само переведение на белорусскую мову и святое писание, но так само и другие литургические книжки и литературу. И поэтому панует там белорусский дух, есть так само и белорусская традиция, белорусская культура, якая пошаряется. Нехлеч на тое, кто кеуе сионешною экзархатом, то все таки тое, что было сделано учасы, хотя бы митополита филарета, она показывает, что мы маем дочинение с белорусской православной церквой. Але який вплыв на национальную церкву мая тое, что все таки приналежность до московского патриархата есть? Думаю, что это еще треба дать это питание в ширейшем контексте. Кажда католическая церква, так само на особенных дзержавах, она на улице юрисдикции папы римской. И тут мы можем глядеть это питание, только что я на структуры русской православной церкви. Так по историю сражалось, что эта церква была в конце 18-го стаходзя уключена русской православной церкви. И, до этого мы имеем в отношениях, что жизнь рима связана с русской православной церковью с короткими перерывами, хотя бы на первой или Существенной войне. Однако мы имеем в отношениях, в такой декаде, которая проходит, ситуацию, где патриархат московский позволяет на широкую autonomию для церкви на Белоруси. И только думаю уже от билорусского епископата, от билорусских верников, билорусского духовенства зависит, насколько эта билорусская была посырала и то еще я бачу хотя бы по особных епархиях, хотя бы как родзинской, там мало ухародни, мало еще святая говори по-билорусску и даже богослужения отбываются на билорусской и и тут не бачу никаких проблем в религиейном жизни билорусску, хотя бы родзинской. То есть, что как раз не мало такого зявища у других епархиях, это выникает с того факту, что там было это населнство билорусское более больше зрусификовое и тяжко зараз уводить эти билорусские элементы без такой працы араничной працы, которая нужна хотя бы выучение билорусской терминологии или вертание к той билорусской традиции, которая недели была. Я думаю, что мы имеем очень интересную дискуссию, но я бы хотел сказать две реплики, которые относятся первой идеей автокефалии и украинский приклад, украинская перспектива. Очевидно, опыт Украины показывает, что когда мы говорим про автокефалию, что может быть определенная сообщество, например, Билорусский народ, Билорусия думать про то, что она может себе оформить и свой досвид люди, общение с Богом. Думать сможем. Можем думать, но в контексте каноничном, мовном, культурном, когда мы говорим про оформление певной автономии, поэтому для автокефалии важливого двое речи. Первое, очевидно, это суспільство, это згода и готовность византийская традиция, это Византийская симфония, союз, взаимодие церкви и государства очень важливый, и то, что произошло в Украине в последнее время, показывает, что когда есть консенсус общества, когда есть политическая легитимизация или политическая мовчание до того, что государство не будет втручаться в этот процесс, есть усведомление того, что опыт общения с Богом. Это комфорт, который создает культура, и этот комфорт культуры будет, можно сказать, автономным, тогда общество принимает такие решения. И третий момент, должно быть желание иерархов церковных? Так, або хотя бы частина этих иерархов. Другий важливый момент, на мою думку, снова-таки, иерархов показывает, какие важливые значения в этих дискусиях имеют экклезиальная, культурная, историческая память, память про минуле, те, что мы называем термином традиция. И если эта традиция актуализуется в современном политическом, религийном контексте, и когда традиция стает частью публичного дискурса, и цей традицией, например, есть история давней Киевской, Киево-Виленской, Киево-Виленской, Новгородской Метрополии, тогда появляются и так называемые каноничные подставы. Например, решение Вселенского Патриарха Ворфоломии, которое было откликано акт 1686 при переподпорядковании, или лучше перекладать с грецкой переуступление киевской Метрополии до Москвы, то есть история была повернута назад, открыта дорога до того, чтобы человек имел свободу в своем диалоге спілкувании с Богом, тогда мы имеем парад украинской Киевской Ворфоломии. Но вновь и вновь говорю, это Константин Леонтьев давно еще говорил в 19 веке, что меня не радует перспектива распада Османской империи, потому что он сказал удивительную фразу, что после этого мелкие вот эти национальные королевства новообразованные растащат православие по национальным квартирам и там его задушат. Любая автотефалия национальная это всегда регресс, провал, на время, по крайней мере. Как авианосец, самолет взлетает с авианосца и сначала проседает, только взлетев с палуб. Национальная токефалия это что? Разрыв, утрата учителей и школ. Потому что предыдущая церковная элита воспитывалась на греческом языке, а теперь приходит Москов сад кефали, греков долой, Максима греков в тюрьму, а мы воспеваем, строим Третью Рим. Второй минус это то, что весь пар уходит националистический свисток. Выходит вся церковная публицистика, проповедь на несколько поколений посвящается обоснованию своей автокефалии, своего величия, своей уникальности. Опять, вместо речи о Христе. Я считаю, что это тоже некая деградация. Ну и дальше начинается этот поиск, то, с чего началась ваша передача, а какие мы всегда были особо. У нас колокольники строились иначе, чуть-чуть, чем на Балканах. Я особо стою большим оптимистом щодо идеи автокефалии. Идея автокефалии, если говорить о категориях культуры, это комфорт, который создает государство, чтобы человек имел комфортные умовы для общения с Богом, чтобы человек находил свое спасение. Потому что, если человек встречается с Богом, это вера. Если человек встречается с другим человеком, это создает культуру. Если один Белорус встречается с другим Белорусом, он творит культурный контекст, культурный продукт. И если эти две люди хотят, чтобы этот продукт был белорусский, я не вижу причин, чтобы, например, белорусская церковь шла к автокефалии. Молитва на национальном языке это не то же самое, что автокефалия. Профессор Мирнович, я прошу вас так само выказаться еще на тему, чему так важно автокефалия? Автокефалия не очень важна, когда мы имеем отношение с церковой автокефалией каноничным способом. Это означает, что церковь, матерь, дает эту автокефалию для церкви дошки. Какая она уже подректована, она имеет свои монастыры, две академии, свой епископат, свой структур, у себя, что есть потребная дизельничать такой церкви. И она есть важна, я подам только один пример. Когда я был в Польске, в 25-м годе, польская церква не имела автокефалию. Я не думаю еще, потому что она до конца такой самой структуры протрывала до Духой Свощей Войны. И тому часом эта автокефалия дает махчемость навет витримать великие частые падзии в истории этой церкви. Добра, давайте пропоную вернуться тысячу годов назад момент христианизации наших державов. Это важный момент для любой европейской державы. Мы в этом Беларусе, дякую Богу, не стоим в Баку. И христианство пришло до нас из Византии. Я хочу понять, как выглядело христианство в те годы на наших землях. Когда мы говорим в 2019 году про Беларусь, церкву национальную и связываем это с хрещением Руси, очень четко мы должны понимать, что произошло после хрещения Руси в контексте территории современной Украины. На территории современной Беларуси было створено две епархии с центром Полоцьку в Турове. Ну и, возможно, до беларуської традиции нужно еще относиться кафедру в Смоленске, которая позже отшла до московской державы. Но надо понимать, что эти православные кафедры на территории современной Беларуси не были беларуськими в современном понимании этого слова, потому что это нонсенс. И они были такими самыми кафедрами или локальными традициями, как и, например, Москва, Суздаль, Киев, Переяслав, Перемеж. Но мы можем сказать, что православие в тех временах было самостоятельным? Мы можем про это говорить, когда мы посмотрим на контекст того, что было створено. Было створено Киевскую метрополию, которая охопила территорию от берегов Уралу до Лемкищины, от Балтийского моря до Черного. И когда мы говорим про белорусскую традицию православную в сучасном разумении этого слова, я думаю, что витоки цієї традиції это поширение вплива Великого Князьевса Литовского на Певдень, освоение русского простору и подел, великий подел единого Киевского метрополии на две частини 1458 р. Это великий перелом, когда единого Киевского традиции поделилась на Московскую и поделилась на Литовскую поиску или Украинскую Белоруську. Я думаю, что самая ця дата символична, очевидно, может быть начатом формирования региональной идентичности, которую мы теперь называем Белорусской. Но надо понимать, что эта традиция, которая развивалась, это была традиция русская, это была Русь, ритус Греции. Это была традиция, которая охотировала все Великого Князьевска Литовского и она посвятилась не только на территорию Белоруссии, это и Литва, это и Латвия, и мы должны очень убережно использовать семиотику сучасной мовы, понятийную аппарату, чтобы это понимали. От принятия христианства на Белорусских землях были две фалии такого вплива византийской духовной культуры и духовного религиозного жития. Во-первых, первое, начало принятие христианства, это было до половины 13-го года, где все епископы были греческого походжения, а потом болгарские мы знаем Илариона и пары таких епископов, которые были русскопоходжены, а все такие ранние, это были все сами греки. И они вводили не только свои образы, традиции, которые привезли над Босфором, но также они закладали школы. И то, что срадан исчезнение, что Кирилл-Туровский он также был абсолютом византийской грецкой школы, которая была у Туровой. И они начали тогда смагания между грецкой особливо литературой, обраwnoсти, а так само локальными, местными звычайами, которые уже начали так само появляться в церкви. И другой такой большой вплыв в бизантийской культуре это был после упадка Константинополя в 1453 году, где шмат не только Мастаку, а так само духовникам, разных иконописцам, они прибыли либо непосредственно с Балканом, либо так само с Пиренеевским полуостров и князство Литовское, в этом случае так само на Белорусской земле. И поэтому дякую мы имеем громадную бизантийскую литературу, украинцы, документы, мощи святых маем так само. И когда мы говорим, используем термин традиция, например, формирование белорусской традиции, нужно понимать, что есть склады этой традиции. Это насамперед обряд, это литургия, это сердце этой традиции, это так само территория спильная, можно назвать каноничная территория. Это третья, это очевидно память, про минулую память историчная, культурная, но так само архитектура. Это архитектура рад или нет. Это так само спильные практики, как человек практикует свою веру. Это суспильный контекст, это мова кодификована, но не только церковнословянская, но и простая русская мова, та мова, которую молились, которую спілкувалися. И когда мы представим элементы этой традиции, представим контекст современной Белоруси, очевидно, обряд литургии. В основном это была Схидная литургия, но менялся политический контекст, политическая легитимизация. Церковная спільнота может существовать в политических реальных реальных, если терпимость, веро-терпимость, лояльность до этой традиции. И в рамках Великого Князьевства Литовского это очень важный элемент развития традиции, это политическая лояльность, социокультурные практики и так само память про своих князьев, про своих ктиторьев, память про Візантию, она творила эти элементы. И я думаю, что с 15-го столетия мы можем говорить о начатке формирования литовской региональной традиции, но надо понимать, что когда мы говорим про каноничную территорию, про традиции, мы говорим в домодерных категориях, потому что в просветительстве произошел перелом, где традиция встретилась с модерностью. И, например, такие понятия, как каноничная территория, згідно с Андреем, когда мы говорим в 2019 году про каноничную территорию, это нонсенс. Если мы поднимемся про христианизацию Африки, Азии, где есть харизматичные церкви, где понятия каноничной территории и собор православный на Кипре, которые про христианизм, то сейчас православные говорят, что понятие каноничной территории является большим архаизмом. Если на территории Белоруссии существовали еврейские сплошные, существовала протестантская церковь потужная, пришла Берестейская уния, про которую каноничную территорию мы можем говорить, например, теперь Московский патриархат мы говорим про структуры вельми часто мы говорим про епархии митрополитов там неких такими политические структуры параполитические структуры але я думаю что теперь в 21-м годзе вельми важно для нас тое что эти структуры они существуют сами по себе а люди существуют сами по себе и они не пересекаются и какие митрополиты призначаются куда они сходят это реально клирикальный подход до церквы спытать выйдете на улице спытать людей как зовут этих митрополитов вам никто не скажет потому что эти люди абсолютно не интересно как Кирилл Алексей поменялись ну поменялись скажу что вы не маете рад потому что нас интересно роли мест православной церквы белорусской истории уплынули на державность на менталитет на сведомость я разумею але на мой погляд правильное прагучало слово церковная спільнота церковная супольность что такое церковная супольность мы часто уявляем гэта як калі сьогодні поглядзеть на интронизацию на 10 годзе интронизацию патриарха Кирилла там будуть стоять гэта усе мужчины прыгожа апрануты у церковной облачэнні але жыццо церковное оно и дзе не там там штось адбываецца такое мене гэта абсолютно ніяк не датычыцца мене датычыцца моя церковная супольность той духовный культурный продукт який мы можем пропанаваць який мы можем зарабіць и ён мае на шмат большая значэння чым адрознявецца калі вы зараз паедзеце куда-нибудь на Заход и Заходную Европу и скажыць а что такое белорусская православная церкова он скажыць а Филарет да вот я могу вспомнить Филарет и скажыць это монастыр новинках Святый Елизаветинский монастыр на самой справе Святый Елизаветинский монастыр у Менску и он уплывая на культуру той яким заявляцца православие нашмат больш чым любые патриархи и любые метрополиты які у нас есть тому что гэта организованная церковная супольнасть яка можа некий продукт зарабить мне напрыклад не падабаяць этот продукт яки робить Святый Елизаветинский монастыр але гэта супольнасть яка гэта продукт робить и распаусюджвая и мая свя некий канал формавання гэта свядомасті даречі цепер показали икону каля якой монастыр творился можна сказать я думаю што головная цепер мінавіта звернуть вагу на гэту гармадзянскую супольнасть тому што гэта людзі які можаць робіць і можаць пропановаць і можаць і культурный і духовный продукт незалежна ад таго паколькі я сама деяць царковцы скажем так я бачу што што при Филарете митрополите што при Павле митрополите все ровно ты знаходзіся у неким сваим контэксте і калі ты хочеш робіць калі ў тебе ёсць сіла калі ў тебе ёсць натхнення калі ў тебе ёсць калекі някісь абрив ў цігат я супольнасть так ата зробіш Оцець Андрей вы муреці назваць туй момант калі на нашых землях стала доміноваць православ'я московськага узор ми долго будем здесь путатися в дефініці що таке православ'я московського узору але вот смотрите небольшая деталь пока московська церковь не була автокефальна в вопросниках на исповеди князьям предлагались вопросы і предлагалось їм покаяться в їх грехах там жестокости лихоимстве лишним і так далі как только московська церковь стала автокефальна це яких ми говоримо не знаю 1358 почему 58 48 ну нет це не так в 48 року нічого особого не произошло в условіях отсутствие законного патриарху Кринстанополя московські епископы избрали себе свого тако бувало не раз в предыдущі века поэтому это нічого особого настоящая точка раскола это скорее 1467 год когда святой Діонисий патриарх Кринстанополь назначил киевского митрополита Григория Болгарин с полномочиями на всю киевскую митрополию включая Московию а заодно и проклял Иону Московского не он там Феодосица а еще Иону да еще чуть пораньше было вот это наверное 60-е годы это время раскола но дело не в этом а вот в том что когда уже московская церковь становится автокефальна и появляются особенно чуть позже как московские цари вот тут уже нельзя было говорить о грехе и неправде царя цари уже безошибочны вот это видно именно по вот исповедным опросникам то есть князи князи есть там отдельный чин исповеди ребенка отдельно исповеди женщину монаха а вот для князей отдельный вопрос не помышлял ли что на государе не осуждал ли его действия и так далее то есть понимаете пока церковь в киевской митрополии управлялась из столицы то митрополиты не считали местных князей копиями византийского императора который был равнобожественен там буквально формула твоя божественность при обращении к императору полный такой цезарепапизм и естественно что вот местные окраины эти князки они совершенно и близко с Василевсом рядом не стояли и поэтому церковь считала себя в праве их критиковать и призывать к покаянию и так далее как только а исчез Василевс в Константинополе а здесь появился Третий Рим то все это сияние Василевса перешло на московского царька и теперь он уже оказался вне критики церкви а значит и всех остальных подданных вот это очень важно это как раз и есть заимствование византийского не обряда а чего-то гораздо более глубокого и по-своему болезненно отец андрей тут дотыкает проблемы релаций отношений между державой а церковью а тут не в тем сенсом я хочу по-перше звернуть увагу на то что белорусский народ и белорусская церковная традиция была сформулована просто такие центры таких подвижников как хотя бы святые полотской земли как Мина фразина полотская мать наше белорусское народ ци святый кирил лавренци ци марсин туровские то есть люди какие оформовали духовное жизнь белоруссов и они оставили наиболее спачное как Елисей Лаврышевский ци позднее вилинские мученики Антони Ани и ставки и когда мы пытаемся проблему шукать где есть особенность организационной почему мы ее странили самостоинность почему странили по-перше нужно definиовать что это особенность нашей религиейного жизни по-перше на территории великого князства литовского какого мы спланились наша организационная структура она не была такая самая простая мы часто покликали литовскую метрополию и халитскую их часто позднее ликвидовали и снова покликали была так самая традиционная обратность и тут хотелось бы zwrорнуть увагу на это змагание так само этой византийской и вот когда мы уже в 16-м стародзи начали уже окончательно формовать эту церковную структуру и свою особливость свое религиейное жище зараз пришла эта tragedия связана с Брестской церковной унию однако тут хочу еще одну zwrорнуть увагу на это 1448 это был падзил киевской метрополии где так само уже он был падзил который доконался на меже не было этого в 49-м году вильнский сейм признает право ионы московского на всю киевскую метрополию в 49-м году з вами не пораджаюся на колко проблема такая что падзил гэта метрополий наступил уздолж границам між великим князством литовским и князством московским и гэта начинается уже штораз больше разные хотя мы знаем что метрополитский приян гэта взяць свою руку организовать пызень были так цеховые спроби а пытание чем как раз мы страчили свою осабливость потому что мы спиннилися у другой держави в великим князстве литовским и речи посполитой пызень когда эта держава трачила свою территорию то так само нормальным элементом стало то что ослаблена православная церква в 18-м 18-м стаходзе она была подпорядкована сильнейшим духовным православным церквем в той час Москва питание чем как раз была она слабая потому что те какие падзи отбылись у конца 16-го стаходзя они посприяли эту ослаблению церкви не только уния но здесь часто подкрышлены отношения между державой а церквой кто довел до такой ситуации что наш епископат в этом случае так само и белорусский был такой слабый то можно назначать короли полскими мартами этих епископов которые были неподрехтовны к керуванию церкви которые просто с конья ссидали на кафедру епископскую и они могли керувать церкви а потом епископы которые саправдой дбали о церкви это были связаны с Josифом Султаном и те которые были после Лехо до Макария до половины шестнадцатого стаходя а потом после шестнадцатого стаходя мы не имеем выдатных православных епископов в границах Реджи Паспалитой и тому наступило это ослабление этой церкви Наколки правдзил тот факт что Князь Витов спробовал отримать нешто кшталту аутокефалии Он два разы пробовал первая такая проба была в 1299 году где саправдой Патриарх Константин Новопольский дал зроду на литовскую метрополию но в 1303 году он ее забрал потом в 1318 году знов зроду а в 1318 в 1921 году знов забрал это есть отказ почему отбывалось забрал политика не только политика но так само патриархат в Константинополе он просто баловал между поместными церквами и державами когда приезжала delegация и просила аутокефалию и договорила такую аргументацию дайте нам метрополию так надо было это разуметь патриархат выразить даровал згоду так ты будешь метрополитом литовским безмолно до этого треба дать было неякие сувениры для патриархи на такую згоду он дав а поздней когда другая делегация приехала и он просто своим черговым декретом не кинувал метрополию и проказывал целую владу над церковью другой метрополии и такая гульня была амали у 14 годзе простите здесь все-таки надо уточнить почему политика Константинопских патриархов была таковой потому что выбор был или центр церковной жизни ставить в языческом княжестве под Альгердом или все-таки под Дмитрием Донским там все-таки православным и вот действительно был вопрос после разгрома Киева не столько с татарами сколько Андреем Боголюбским где будет центр собирания русских земель значит кафедра метрополита решение в пользу Москвы принял еврей патриарх Феофил Кокин рыжий доэтнический еврей ставший патриархом царьградским но вот его логика была прежде чем такова что все-таки там непонятное будущее там еще и орден там еще католические земли а сам князь еще язычник и поэтому скорее он в пользу Москвы высказался и это его решение было я только знаю один приклад где патриарх серьезно подошел до этой проблематики когда король польский Казимир Велики сказали что он целую халлицкую Русь пролучил до католикской церкви только тогда в 1371 годе патриарх без задних сувениров не дал токефалию только покликаю метрополию халлицкую а ранее это отбывало на других основах то значит треба было завести некие подарки чтобы отримать а безумовно каждая держава якая была она хотела иметь независную структуру церковную Игорь после Наталья Если мы говорим о эти перипетии называем даты князьев метрополитов нужно понимать что за этим стояла велика политика Константинополя который не хотел мультипликации поделу своих церковных провинций киевской метрополии это мне напоминает приезд до Киева американского президента Буша в 1990 который просил украинский народ чтобы он не рухался до независимости очень прагматично потому что Америка хотела иметь с единственной структурой Радянским Союзом а поява 15 независимых государств была проблемой так же думал в 14-15 столетии Константинопольский Петер Хат поэтому он говорил я думаю тут вопрос не евреи а вопрос например Золотою Орди Повертаючись до Белоруської церкви и для чего не удалось захистить цю територию и свою самосвідомость сучасную мову таки фаллию справа в том что византийская модель предбачала накладание церкви и державы и когда распалася Киевская Русь виявилося что православные втратили своего православного монарха и прийшел монарх який был неправославный и иснувало питание права и лишь за столетия-два великие князи литовские усвідомили что они тоже несут ответственность за долю православной церкви но эта ответственность была часткова потому что все кафедры в Полуцьку в Турове в Смоленске были фундованы не великими князями литовскими а русскими князями и тому иснувала толерансия иснувала терпимость до этого очевидно эта спільнота не была толерована и пока иснувало великое церковник ця культура релігийна а мы должны использовать так же понятие культура релігийна культура и просто эти структури иснували потому что иснувала толерансия веро терпимость до других но в конце 18 столетия возникает поисково-литовская держава речь посполита повстанная костюшка и мы имеем этот дах который держал билорусскую культуру билорусские церковные структури в сучасном понимании этого слова он просто перестав иснувать дах исникает начинает падать снег начинает падать дощ и появилась другая структура московский патриархат который просто был культурной моделью которая была нетолерантной которая была закрытого типу которая поглинула мы знаем из билорусской истории например Геннадий 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 уже облескующий термин невъядомая война когда приходят структури московской церкви которые просто в 10-тих в 16-тих их не стае тобто ця виленсько-київська традиция просто была нетолерована іншою традицией тому відповідаючи на ваше запитание чому так сталося це є питання відсутності чи наявність толеранції вероотерпимості до іншого навіть іншої традиції православної а друге це є політичний чинник який дав можливість цій структурі існувати якщо дах зникає починає падати дощ традиція не втримується ви вже знаєте що в Полицькі після приходу масовських властей два роки містний епископ оставался його ніхто не трогав а коли була прихвачена переписка уже з польськими властями що накажуть военну допомогу в здачі крепості оттуда його оттуда убрали це деталі але контекст легше є це валідна політика і здесь це не геноцид слово Натальні я хочу вернуться до близької історії тому що це історія яку ми всі переживали яку ми живем і яким нема механізму церковних уладів контролювати усе духовне життя ніякого механізму нема є інтернет кожен може хто хоче може протоколи сіонських мудреців читать хто хоче може читать митрополіта Антонія Суроскага гэта якби чоловек уже сам фармірує часто свою гэтую релігійну культуру і той на тій краніць на якій он опірається Білорусская православна церква яє асаблівась при митрополіці Філареті апошні там скажем 30 гадоў чым мене адрознівалась ад суседніх гэта мишконфесійны діалог вельмі важную ролю в іконву мишконфесійны діалог у нас пастаянна приїжалі розны релігійні ідеї чы замяжі читалі ніякі лекці проводіліся ніякі конференці точні імітація діалога гэта усе ж такі я б сказала што ў Білоруссі не було імітація діалога гэта был діалог діалог і он был не настолькі глубок як меб асабіста хателася але праєкты мішконфесійны які дзенічали гэта інститут теалогі альбо богословскі факультет Європейська гуманітарна універсітета у якім було вельмі шмат выкладчиков які саправды форміравалі свядомасць будучіх богословаў будучіх святаров нават гэта праєкты керилно-мефодіўскіх чытання але мної з гэтых праєкту яны былі завязаны на асабу самого метрополіта Філарет як толькі метрополіта Філарета не стала як лідера беларускай православноць церкві увесь гэты богословскі діалог загнувся дакладній мішконфесійний діалог загнувся інститут теалогії так сама загнувся потым керилно-мефодіўскі чытання центры керилно-мефодіў ягу нема більш выдавецты беларускай гэзархата нема більш усе праєкты які б масштабны яны не былі які былі завязаны на царковныў улады за змены царковныў улады іх не стала яны нестабільны яны неустойливы можна дадач што метрополіта Філарет але янадкрыл церкву на контакты так само за міжою часто булы б візиты хоча б ў нашой церкві і вось тіє контакты яны до чого довели хоча б не толку што творилися білоруске царковны ёбрацтва а то ўсује выдавецтва на білорускай мави але так само то ёсто ле минене бурш тако ёскаве і позитывне то то контакт науки так самој царкві вось приклад хоча б университет Пушкіна у Брэзці і митополит архиепископа Яна павођзець што родове конференці дзе з початку ті студенти просто не знали а зараз ёсчер хапы ходят по депископу до святароў по бурословењство по размову отбывајце конференці на разне темы не толку на historyчне на традыцј а по выховани по разных проблемах і там якали погледзим ёс нормалне тед диалог нормална дзскусјј задают депископа таке пытання дзе радни дума ёсць нема чыма на уху поховариць навэт в якійсь такій форме письма веў чуякі колишці другої і гэта ісць пазытывны аць елемент апошні пытання я вам задам папрошу кожных аз вас адказаць то пра што пачаў казаць парафесар Мірановіч Брэцкая ўнія сподар-професар назвав гэта трагедыяй пытання до всіх вас гэта трагедыя для православјј ці все ж такі гэта было не ведаю спроба реформаваць спроба надаць нікай новае дыхання Брэцкая ўнія была попыткой принявших ёпископов спасти вот этот самый византийский обряд это была попытка занять какую-то самую последнюю линию обороны перед польско-латинским католическим натиском совершенно безжалостным асфальтом таким катком поэтому они считали что они защитники православия а не предатели его то есть плюс к этому там был такой очень интересный нюанс что у этих епископов был личный во многом мотив потому что знаменитые вот эти западно-русские братства православные по сути взяли на себя форму функцию цензоров мы следим мы контролируем ваше благочестие вы у нас на контроле в случае чего мы настучим в Константинополе вообще вас снимут и так далее то есть для конечно же западной церковной знати западно-русской церковной знати которая ориентировалась все время на католических владык для них это была недопустимая совершенно форма контроля быдла пусть даже и князей типа островских над над ними в общем я бы сказал так это как в случае с советскими патриархами компромисс за гранью этики в чем-то и так далее но история не знает слагательного наклонения если бы они эти епископы не пошли на унию сохранилось бы вообще православие в пределах польско-литовского королевства если бы те же советские патриархи не пошли на эти страшные компромиссы язык у нее без костей и пространение Сталина стал что было бы с православием в советском союзе все годы мы тоже этого не можем сказать поэтому здесь что называется каждый уже может оценивать исходя из своих предпочтений и так далее но конечно же в любом случае для народа объективно говоря уния все-таки стала формой инструментом репрессии православия а не защиты в последующей своей реализации а задумывалась еписками как форма защиты получилось иначе Наталья мне вельми тяжко оценивать потому что саправду мы не ведаем что было бы калиб не было гатой унии безумовно сама гатая форма тое что они вымушены были на истин гатой унию тое что саправду были репрессии супрыз тых кто не хотел до гатой унии долучаться тое что она спорадила конфликты у громадства это безумовно негативный фактор но каждой негативной зъяве можно знать потенциал до чегось доброго до захования саправду обряда для меня обряд не является такой каштовностью которую нужно было бы заховывать мы можем саправду оценивать есть разные критерии оценки разные приоритеты и можно это оценивать но она была и мы живем с этим и это добро что мы можем ее оценивать теперь дякую саправду всякий униэтизм это была спроба поширения вплива католического костиола на себя родзи не только православную а так само и других конфессий что уния довела спочатку и она для православного боку она приняла неякие позитивные элементы просто побудзила национальную и культурную и религию свядомость братство это просто невыпадково то он не только не помогу поговорить с отцом профессором потому что они не только они были такими контролерами епископату они сделали школу они сделали шпитали они организовали друкарни выдавали книжки чудовных славутных научителей хотя бы братов Зызан хотя бы Симона Полоцкого это была элита и там где были церковные братства там застали православные приходы до конца 18-го стародзя где их не было а мало все они прошли поздно унии и стали дзенничать это лучший пример какая роль отрывала братства однако что дзен унии униатизм был этой формой посширения западного вплива не только у реалинии реалинии религии а так само реалинии культуры и это была консолидация полской дзержавы где пробовала все таких ущих белоруссов и украинцев связать сильнее с полской дзержавой што дзерквей консаквенцией гэта уся гэта пасладовнощи гэта ибрэцкой унии гэта означает што яна увела той западный элемент аля цы цыркви православной так само не было лачинского языка чи лачинского культура чи пульского языка был хотя бы Пётр Могила чи Сильвестер Косов чи Йосиф Боберкович они обыдзертали на этом увагу што коли ты хочешь брац актывный удзел в жизни политичным культурным на сэмиках ты мусиш володац лачинской чи пульской мовой и вось то не так што церква откликала откликала и трималася только этой русско византийской традыцей аля так само она принимала так само некоторые элементы лачинска аля по что кобзмагаться за свои догмы кобзмагаться за свою идентичность и не только реликийную а так само и культурную смотри вам заканчивать разбег таки что от уния это спроба заховать православие до поширения католичивания и полонизации я маю три короткие тези первая теза что Бересельская уния была передовсим белорусским феноменом неукраинским в Украину уния прийшла в XVIII столет друге это что идея уния это не была винахид киевской метрополии это был винахид византийской пизно-сколастично богословской думки в чему идея уния полягала в том что существуют конфликты разных культур схидної и захидної и цей конфликт надо подолать и уния пропонувала метод подолания этого конфликта когда мы находим компромисс мы восстановим единство но когда мы восстановим единство каждый сторин цего диалога зберегает свою особистую идентичность мы видим Берестейская уния которая зберегла идентичность Киеву-Вилинску она изменила свою веру и это великое вопрос для греко-католиков православные вопрос почему почему вы греко-католики отмечены от дару веры который пришел киевскую Русь из Византии это сложное для греко-католиков вопрос второе это И какие были последствия Берестейского уния? Первый важный последствия, что в едином квартире, где жила одна дитина, родится еще одна дитина. И двое детей начинают между собой конкурировать. И эта конкуренция творила билорусскую культуру, ранее модерну. Заявлялися други, заявлялися братства, конкуренция. И это привело до старого билорусского отроджения 17-го столетия. Другая половина 17-го и 18-го столетия, когда мы говорим про билорусскую культуру, она насамперед была культурой греко-католицкой или униной. Там 80-90% парафий, монастыр, населення – это были униати. И когда мы смотрим 20-е столетие, смотрим на билорусскую литературу, смотрим на билорусские отроджения уже в 20-м столетии 90-х годов, где униной дискурс есть очень присутник. Такого на Украине нет, где унианская культура, архитектура настолько присутна. И поэтому это очень важно. А когда мы говорим теперь про Билоруссию, где делается эта унина традиция, архитектура и так далее, значной мировой эту традицию в современной Билоруссии репрезентует Римокатолицкая церковь, которая молится и говорит билорусскую мову, которая значной мировой и неуспех, восстановление греко-католицкой церкви Билоруссии полягает, на мою думку, на самом перед тем, что значной мировой эта унина традиция, которая была ликвидована на Полицком псевдособоре 1839, она просто перетекла в теперешнюю католицкую церкву Билоруссии. Так что я, с точки зрения историка культуры, очень позитивно воспринимаю те, какие плоды дала Бересейская уния для Билоруссии и для белорусской культуры. Дякую великую, Игорь Скачеляс, Антон Миронович, Андрей Кураев, Наталья Василевич, были соння гостями Интермариум. Глядите Белсат, я Павел Мажейко. Да, побачим. Над Белоруссию тихой и бедной Красиво-браненник своей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин